так приветствую вас друзья сейчас будет у нас эфир под названием рабочим операция z вот сейчас присоединиться к моему эфиру еще лилит и мы начнем мне много просят прокомментировать ситуацию на украине я не очень хочу пока комментировать ну наверное уже время пришло в инстаграме этого не могу делать кто здесь подписчики из инстаграма просто потому что инстаграм не заблокировал подобные функции я там не могу делать ни прямые эфиры ничего по жалобам наших украинских товарищей которые нам не товарищи если они жалуются если они ябеды то какие нам товарищи правильно настоящий товарищ тебя напрямую дискуссию выведет там подискутирует с тобой а жаловаться ябедничать это не по-товарищеским так вот книжна карабахская подключается так я подключил тебя лилит можешь говорить вот доброго вечера друзья спасибо алан за эфир да ну что ж да я в двух словах скажу да а ты без видео будешь да ты на аудио будешь начни да и мы собственно пройдемся уже по всем тем пунктам которые для нас уже обыденность да почему мы с лилит решили сделать я считаю лилит эксперт в этом вопросе лилит сама из карабаха и она все эти войны которые устраивают англосаксы по всему миру она прочувствовала ты на своей шкуре прямом смысле этого слова плюс она является политологом человеком професси rifei мвсо по политике и те схемы которые были применены в армении карабахе свое время тоже самое мы сейчас видим на украине технологии не меняются нигде но что хотелось бы поводу украины сказать чтобы сразу мою мысль поняли и вообще вот упозицию в этом вопросе что война идет не за украину война идет на украине мы на украине воюем украина являются фронтом нынешняя вот этой войны да также как и карабах являлся фронтом свое время Южная Осетия, это был тоже такой фронт маленький, да, за Кавказией. А это большой фронт. Почему на Украине? Потому что не такое географическое расположение. Если вы посмотрите, где проходила Первая мировая война, где там Наполеон эти все, вот все войны, все времена проходили через Украину. Гражданская война, потом Вторая мировая война отечественная, да, то есть немцы и сюда шли, и отсюда и гнали тоже через Украину. Украина из-за ее географического положения является местом столкновения востока и запада, так скажем. И вот сейчас происходит очередная схватка России с коллективным западом. Еще раз хочу это подчеркнуть. Почему? Потому что на стороне Украины воюют представители коллективного запада. Там уже очень многие страны объявили о том, что добровольцев и армии, вооружение послали, да. И поэтому Украина это просто фронт этой войны, а не, так скажем, ее субъект, скорее объект. И плюс территория, на которой все это дело происходит. Вот. Лилит, тебе слово. Да, очень многим действительно на сегодняшний день непонятно, почему Украина. Дело в том, что ты, как правильно отметил, таким фронтом периодически становились различные республики из бывших 15. Потому что граница у России, сами знаете, огромная. Соответственно, для того, чтобы создавать тот самый пояс нестабильности вокруг одной страны, необходимо поджечь весь периметр. А у нас по периметру остальные 15 республик. Поэтому, где у нас есть хоть какие-то вопросы, за которые можно цепануть и создать еще большую нестабильность для того, чтобы потом это раскачивать и по периметру, и изнутри. Соответственно, они играют на всех вот этих игровых полях. Получается, что вокруг нашей страны одно большое игровое поле с различными фрагментами, так скажем. И периодически возгорается то один фрагмент этого поля, то другой. Задействует, так сказать. И что интересно? Интересно то, что везде применяются одни и те же, как ты отметил, уже технологии. Однако почему-то с нашим срезанным горизонтом событий, планирования и прочего мы просто не подмечаем параллели и не подмечаем сходства тех или иных шагов, тех или иных инструментов, которые применяются в этих войнах. Абсолютно одинаковые войны, только разные декорации. И люди спрашивают, а как так? А вдруг это не настоящее? А вдруг это настоящее? Люди мои дорогие, просто вот если вы не следили, не видели, то хотя бы прислушайтесь к людям, которые настоятельно рекомендуют обращать внимание на некоторые вещи. И с самого начала этой спецоперации я старалась показывать различные у себя, тоже там в сторис или где-то, писать различные картинки, элементы сходства этих войн. И буквально вот было недавно же, казалось бы, прошло совсем короткое время с момента войны, Второй Карабахской войны. И посмотри, ведь то же самое повторяется сейчас на Украине. Неразорванные боеснаряды, которые втыкают в асфальт и показывают, как нечто ужасающее, да? Что то же самое было. Размещение РСЗО между жилыми домами. То же самое. То есть абсолютно одни и те же манипуляции. Одни и те же технологии, я бы сказал, да? Конечно, те же самые технологии. Опять, значит, посмотри, крики про роддом, вот буквально ж было. Сегодня, вчера, вчера, сегодня про роддом кричали, что разбомбили роддом. Так, в той прошлой войне точно так же было. Кричали, что разбомбили роддом. Ты понимаешь, удивительно. Одно и то же. А зачем менять технологию, если оно работает? Это как с оранжевыми революциями. Почему, говорит, ничего не меняют? Я говорю, зачем что-то менять, но работает? Ну, если автомат стреляет, что его менять, правильно? Конечно, конечно. Пока работает никто ничего. Не менять, не трогать не будет. А зачем? Смысл? Рабочая схема. Мы и так ведемся. То же самое. В Казахстане, посмотри, что происходило. Технологии те же. Люди, которые пришли извне, начали вот это вот, все вот эту шумиху. А местные вообще не в курсе, что произошло. Как все началось? Местные не могли разобраться. А откуда начало? Где начало этого всего? Точно так же было на Украине. Откуда-то пришли какие-то люди и подорвали все. В Армении. Откуда-то пришли какие-то люди и подорвали все. Потом начинают концы искать. А все концы ведут к Баби Лизе обычно, да? Вот, вот. Почему-то одна и та же контора на конках. И на тех, и на этих. Понимаешь? И сегодня задают вопросы. А вдруг эта спецоперация не настоящая? Люди мои. Как ненастоящая-то? Ну, я просто не понимаю, какие еще... Что значит ненастоящая? Вот, Лили, я просто не понял. Что они имеют в виду под ненастоящие? То есть, якобы, это некий такой договорняк, да? Для того, чтобы продвинуть какие-то чужие интересы руками русских. Это я вот сейчас, прошлый эфир, который у меня не сохранился. У меня же вот, ну, много тут сейчас. Это же на масонский заговор. Сианисты там. Проклятые. Друзья мои, сианисты захватили себе самое главное государство, которое они хотели 3000 лет. Для государства называется Израиль. Вот сианисты, они мечтали о государстве Израиля. Сианистский проект это про государство Израиль. Понимаете? И они там живут. И они уезжать оттуда не собираются. И, насколько я понимаю, будут сражаться до него до последней капли крови. Вот здесь сианисты находятся. Они находятся в Израиле. Понимаете? Им не нужно... То есть, я не думаю, что сианисты мечтают жить в Щепетовке, в Горловке, в Бердянске или где-нибудь, я не знаю, в Белгороде. Им в Израиле хорошо. Это их земля обетованная. И они ее хотели много тысяч лет, они ее получили, они ее строят. И как-то вот живут. Это сианисты. Сианисты это все в Израиле. Это сианисты. Сианистский проект был про Израиль. Ты знаешь, извини, я перебью. Люди забывают, что у них даже местоположение известно, описано и так далее. То есть, им другое место. Зачем? Если у них это описано, вы их же... Вот я тебе говорю, насколько пошло упрощенно... Я в конспирологии нормально, но совсем упрощенное сознание. Выпученными глазами, это же дамасоны. Ж дамасоны. Хотят захватить и сделать там Израиль. Я говорю, Израиль может быть только в Израиле. Это Израиль, это земля обетованной люди. Это описанная как бы земля. Территория обозначена в границах еще в Ветхих Заветах, в Тории, где угодно. Вот-вот. И сионисты будут хотеть... Они хотят его расширить. Согласен. Хапнут чуть у Сирии, у Египта, там от Нила до Ифрата в идеале в Великий Израиль. Но это Израиль. Понимаете? Да, это не Монголия, это не Монголия. У них есть это описанное место. То есть, просто люди вообще-то не знают матчасти, да? Не знают источников. Не, но если касательно именно сионистов. Потому что сионисты, это вот сионисты, они хотели Израиля. Сталин дал сионистам Израиль. Потому что они страдали в войне, там, сожгли в печах и все. Остальное помогли. Потому что там советские офицеры еврейского происхождения, как бы, строили это государство Израиль. Создавали. Голдомэр, извините меня, на советском. Да, да, да. Ну и все они, это советские евреи его строили, грубо говоря. Он им дал это. Сионистам то, что они хотели. Весь сионистский проект, весь конец 19-го, начало 20-го века, это же про государство Израиль было. И вот он есть. И поэтому, кто вам сейчас начинает эту ахинею нести, понимаешь, буква Z, это значит сион. Сион. Вот поверьте, если бы евреи это делали, они букву Z на танках бы не рисовали. Вот 100%. Так не делают. Понимаешь? Есть много других символов, которые можно было бы нарисовать и поменьше. И чтобы понимали только свои, понимаешь, а не то, чтобы все домохозяйки, понимаешь, по всему Советскому Союзу обсуждали, что вот танки едут создавать новый Сион в городе Мариуполе. Да, да, да. Слушай, а как тебе нравится, да, значит, просто покажи мне такого человека, который хотел бы построить новое государство, вот это вот небесное государство процветания и счастья, на земле, в которой захоронены отходы, скажем так, от химической и прочей атомной промышленности европейских стран. Ведь это же на законодательном уровне закрепили на Украине. Вон, понимаешь? Ну, о чем вообще говорить? Эта земля, она уже не земля. Она не дышит, не живет, она мертвая. Да даже дело не в этом. Ну, вот про сионизм. Ну, сионизм будет все время. Поговорите про сионизм или прочитайте про сионистский проект. Сионистский проект, как он появился, для чего? Слово-слово, слово само откуда взялось. Третий храм они хотят, это я согласен там. Расширить границы Израиля, тоже согласен там. Не знаю, битву конца в Армагеддоне. У меня третий храм, он не находится в Харькове. Ну, согласен, ни в Днепропетровске, ни в Харькове третий храм. У него есть определенное место. Вот понимаешь, люди не понимают, вот это устраивает панику. А эта паника, главное, что делает, скрывает от нас истину. Правильно ли? Конечно. А вот какую истину от нас хотят скрыть? Как ты считаешь? Что на самом деле идет? За что идет война? Вот понятно, кто теперь с кем воюет, да? Объединенные силы Запада и там Россия плюс союзники. А за что воюют? Алан, ну это, понимаешь, я вот всегда говорю, вторая мировая не заканчивалась. Ну, не заканчивалась. Это была пауза. Пауза, которую взял Сталин для нас, для всех, для того, чтобы мы родились. Вот мы, новое поколение победителей. Потому что то поколение устало, измоталось. Оно построило большую страну, которую они до сих пор развалить не могут. Всеми своими коллективными усилиями. У нас есть такая возможность поднять упавшее знамя наших дедов, прадедов, наших предков и понести его дальше. Что такое эта война? Эта война все та же самая. Понимаешь, это метафизика. Эта война идей. Ну, мы просто экзистенциальные враги. Мы не можем победить друг друга в прямом смысле этого слова или окончательно. Потому что если чья-то победа из нас будет окончательной, то другая сторона будет полностью уничтожена. А знаете почему, друзья мои? Это моя такая смелая гипотеза. Это есть два вида цивилизаций было изначально. Одна была цивилизация, где рабство было. Это срединоморская цивилизация. А другая, где рабства не было. Это вот наша цивилизация на нашей территории, которая жила. И это длилось столетиями и даже, может быть, тысячелетиями. И там это рабство все равно на разные формы принимает. Будь то религиозное рабство, финансовое рабство. Это всегда рабство. А здесь всегда вот это на равных история была. Понимаешь, что там пытались это рабство навязывать. Но постоянная борьба идет. Этот дух свободы, скидский, он не искореним. И вот сейчас опять, понимаете, этот технофашизм пошел. Вот эти все электронные ошейники. И все это коллективная Россия взбрыкнула против этого. Да, да. Против этого взбрыкнула. Потому что мы не поддаемся этому. Первое, что отменили у нас, первое, отменили у нас QR-коды. Вот нам сразу выпустил постановление у нас глава республики. Отменил нафиг все эти ограничения, связанные с этими QR-кодами. И сейчас ведут, извините меня, уголовные дела начались. По всем этим вопросам. Кто сколько зарабатывал, кто что делал по этому поводу. Я считаю, что это идет против вот этого глобализации. Мы предложили, наверное, свой проект глобализации. Я не знаю, есть ли он или нет. Но то, что против этого проекта глобализации взбрыкнула часть нашей элиты. Ну, это же факт. И то, что сейчас начинают выпиливать ту глобалистскую часть элиты у нас. Вот я вот много раз говорил. Друзья, вот Брюзинский сказал когда-то легендарную фразу. Мы держим вашу элиту за ее золотые яйца. Имея в виду, что там десятки миллиардов долларов, как бы, нашей элиты лежат западных банков. И говорят, мы держим вашу элиту за ее золотые яйца. Вот сейчас ей эти яйца отрезают. Понимаете, вот так ножницами. Брэнс. Что делают в Лондоне? И конфисковывают имущество, дома, самолеты, счета арестовывают. Я это просто вот лично знаю. У меня вот человек там живет, говорит, просто дома арестовывают сейчас. Да. Все, что у нас это не по силам трудов. А теперь вспомни, пожалуйста, сколько раз верховный главнокомандующий призывал вернуть весь капитал в Россию. Сколько лет он говорил. Много, много. Никогда не слушали. Никогда. Я помню еще 2011 год, какой-то круглый стол был, Кургинян там был и Тина Канделаки. Там вот круглый стол по поводу Единой России был. И там вот он им то же самое говорил, что придет время, надо будет возвращать деньги, будет конфликт с Западом. И там Тина Канделаки решила там поумчить. Да что вы такое говорите, Сергей Ирвандович? Вы там типа чуть ли не старый, не буду говорить, фантазер, понимаешь? Ага. Ну вот прошло 10 лет. К чему мы пришли? Да. К тому, что вам, дорогая элита, если кто-нибудь будет посмотреть этот ролик, отрезают ваши золотые яйца. Потому что нужно было яйца хранить дома. Правильно. Потому что даже Кощей всегда хранит свои яйца в надежном месте, а не в чужом банке. Вот именно. И не на чужой территории, собственно говоря. Я понимаю, хочется, чтобы весь мир был Россией. Да, это мой личный империализм такой. Но, извините меня, в текущих условиях это немножко сложно реализовать. Поэтому храните, пожалуйста, все свои яйца дома. Так будет надежнее. Да. Максимум жене доверяйте. Это да, можно. В носу, под матрасу. Золотые яйца, да. Ну шутки шутками. Это же сейчас получается, понимаете? И вот их сейчас будут всех обелечивать. И они сейчас станут из простых советских миллионеров и миллиардеров простыми там гражданами, тружениками. Не знаю, кем они там дальше будут, как судьба повернется. Но вот это факт. Мы расплевываемся окончательно. Выходят эти транснациональные корпорации. Там Макдональдсы эти все. Как они там? Старбаксы и прочее. Ну меньше гадости будем есть. Это же хорошо, наоборот. Более здоровая пища будет. Помимо этого, посмотри, ведь все эти транснациональные корпорации, их представители здесь, они же помимо того, что травят людей, то есть целенаправленно работают против организма наших граждан, они еще и травят ментально, потому что ведь они все периодически возбуждаются относительно каких-то своих пропагандистских таких направлений. То они ЛГБТ продвигают, то они рекламу делают непонятно какую, хотя у нас на законодательном уровне запрещена пропаганда этого всего. Но тем не менее, они периодически продвигают вот эти свои интересы здесь, что в принципе для нас как бы недопустимо на уровне культурного хода, на уровне менталитета и так далее. Но они все равно пользуются своим положением. То есть помимо того, что мы будем здоровее, наши головы портить также не будут и головы наших детей портить не будут. Своей лишней рекламой не пойми чего. Поэтому, друзья мои, война на Украине, а не за Украину, идет с коллективным западом. Потому что наше руководство, по крайней мере его часть, решило выпилить себя из этого глобалистского проекта и, наверное, предложить нечто свое. Но, по крайней мере, нас оттуда убрать. Потому что поняли, что это для нас, как ты говоришь правильно, экзистенциальная смерть. Видишь, у тебя проскальнивает буква З постоянно. Алан, ты отравлен, пропаган. Да, 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 да. Да. А я просто думаю, что-то придумал эту операцию. В детстве очень люблю смотреть фильм «Зоро». Понимаете? Просто надо знать психологию военных. Знаете, она очень умная, но не сильно замысловатая. И очень тонкое специфическое чувство юмора имеется. Чтобы нам было о чем потом поговорить в чатах. Вот я... Да, да, и не мешать военным, собственно, работать. Вы там обсуждайте эти две буквы, а мы разберемся по существу. Да, да, да. Ну, потому что, ты же знаешь, у нас сразу все становятся экспертами. Кто в атомной промышленности, кто в ядерном оружии, кто еще где-то. Соответственно, чтобы не мешать народу работать, наверное, отвели немножко наше внимание в сторону. Тем не менее, есть определенные вопросы, очень такие фундаментальные. А что ты думаешь по поводу чистки нашей элиты? Она все-таки будет или не будет? Без 37-го бы не было 45-го. При всех его, конечно, минусах этого 37-го года злополучного. Но без чистки кадров в руководящем составе и военном, и спецслужбистском, и госпарате не было бы 45-го года и победы в войне. Да, согласна. А что ты думаешь сейчас? Если он не сделает этого сейчас добровольно, его сама политическая ситуация заставит это сделать. Потому что без этого мы не прорвемся. Я опять же приведу аналогии с войной, Второй Карабахской войной. Все прекрасно помним, что там случилось. Доблесть наших воинов, я имею в виду армянских воинов, никто не оспаривает. Но тем не менее, когда в тылу есть предательство, когда твое правительство тебе враг, никакая доблесть тебя не спасет. Потому что ребята оставались без оружия не потому, что в ванне нет оружия, а потому что это оружие они не отправляли на передовую. Но не отправляли, понимаешь? Ребятам уже чуть ли не лопатами оставалось воевать. Небо открытое. Что они могли сделать? Они просто такие героические совершали подвиги, что все потом просто были в шоке от того, что вообще как это возможно? Понимаешь? Но за спиной кто? Кто тебе тылы закрывает? Никто. У тебя враг за спиной. Твое собственное правительство тебе враг и предатель. Да. Ведь наши люди забывают, что подвиги военные, они напрямую связаны с подвигами в тылу. Потому что армию нужно обеспечивать. А ты посмотри напрямую, логическая связь. Как только у нас начинается эта кампания, значит, спецоперация, сразу в тылу взвыли, значит, подняли ботов, пацифистов. И все, значит, начали выть. Ой, ой, да у нас все гибнут. Ой, как это так? Я просто, знаешь, с трудом представляю наших бабушек в 41-м, которые, я не знаю, за штанину удерживали бы мужчин от войны. Нас с тобой просто не было бы. Да. Просто все, когда слушают эту историю, они всегда думают, что про кого-то, а кто-то не про них. Да, да, да. Где-то и про кого-то, и когда-то. Это должно их как-то обойти стороной. Причем, посмотри, обрати внимание, воет больше всего либеральная общественность. Ну, конечно, это же их повестка. Это же их прозападная повестка, это вся их повестка. Вот сейчас самый большой вопрос лично для меня заключается, почему это все не комментирую. Потому что я все жду, когда начнутся чистки рядов. Понимаешь? Потому что без этого победы быть не может. Они уже начались, Алан. Просто мы, наверное, не очень об этом знаем. Может быть, это не озвучивается, то есть в СМИ это не стоит на повестке, да. То есть инфополе сейчас просто занято несколько другими новостями. Но я думаю, что чистки были и до, то есть потихонечку начинался процесс, потому что есть определенные намеки на это, да. Когда ты смотришь на перестановки, на то, что из инфопространства периодически выпадают какие-то личности, которые до этого фигурировали, ты понимаешь, что там что-то двигается. Естественно, это не делается на всеобщее обозрение, потому что, в принципе, оно и не должно быть на всеобщее обозрение, потому что, ну, можно вспугнуть людей по кругу. Крупную рыбу. Да, крупную рыбу. Конечно. Вот, тем не менее, я просто повторюсь, что даже если это не будет происходить по доброй воле, так сказать, высшего руководства, то общая политическая военная обстановка буквально заставит пойти на это. Потому что мы столкнемся, опять же, с таким же предательством, возможно, интересов экономических, военных, национальных, общее, да, если брать. И нашему верховному главнокомандующему придется принимать непопулярные решения относительно тех людей, которые стоят не за нашу государственность, да, а в оппозиции к ней, придерживая свои, как бы, комфортные местечки, теплые пледики для своих попочек. Я думаю, что все-таки он придет к этому, и он человек не глупый. Судя по всему, он давно к этому готовился. Мы с тобой одни из тех, которые вопим сколько лет, почему не сейчас, что так долго, да сколько ж можно. Ну, вспомни, как мы возмущались, ожидая столько лет. Особенно Максим Шевцов, постоянно. Он здесь? Я не знаю. Что-то я его не вижу. И сколько раз, да, у нас сколько вопросов было. Мы сколько раз друг другу вспомни, аргументировали и за, и против того, что он что-то сделает. И каждый раз, я говорю, у меня больше всех к нему было вопросов. И каждый раз, когда мне кто-то что-то говорил, ну вот, есть же положительные, я говорю, а как же пенсионная реформа, да? А как же это, а как же то? И вдруг впервые за 30 лет у меня нет вопросов. У меня нет вопросов, Валан, потому что я понимаю, что эта спецоперация, она была жизненно необходимой. Ну, как бы, я это понимал с 14-го года. Я понимал, что любая война заканчивается победой. По-другому война не заканчивается. Все остальное это замороженные конфликты. Победы не было. Был замороженный конфликт. Мы дали 8 лет им перевооружиться. Мы дали им 8 лет, чтобы сделать армию. Чтобы прокачать свое общество. Промыть мозги своей молодежи. Мы им дали 8 лет на подготовку. Они приготовились. Я уверен, но пока я с Донецкими же общался, они вот-вот там в течение месяца уже ждали наступления окончательного решения, как бы, вот этого Донецкого-Луганского вопроса у страны Украины. Им ударили на опережение. Никто не верил. Я лично вообще в это не верил. Мы с тобой это обсуждали. Ну, и Донецкие. Никто не верил. Все думали, что все-таки ДНР и ЛНР отдадут в размен за признание Крыма. И такой торг шел, по всей видимости. Но украинцы не захотели, как бы, они сказали все, не надо нам по частям, а целиком. Ну, дошлась ситуация до этого. Построили биолаборатории. На самом деле уже были на подходе к созданию ядерного оружия. А что тут такого? Там советский научный потенциал. Школы есть. Эти, как, центрифуги есть, понимаешь, для обогащения. Там все есть. Руки есть. Плюс технологии подкинули с Запада. Сделать грязную ядерную бомбу для них не составляло большого труда. Ракетами-носителями были бы эти точки У, которыми они лупят. Все. Прикрутил боеголовку и до Ростова она тебе долетела. И все. Конечно. То есть, ну, наши обыватели уже не понимают этого. Что просто ударили на опережение. То, что оно вот так сейчас идет, ну, извините, они, как сказать, туда загнали армию, армия может ввести общевойсковые операции. То есть, если бы армии поставили задачу взять город Мариупол, что значит взять город Мариупол? Значит, разрушить все здания, которые там есть, до уровня там первого, второго этажа тяжелой артиллерии, а потом заходит пехота. Как было со Сталинградом, как было с другими городами, которые брали вот действительно штурмом. А так делать никто не хочет. А по-другому это должны уже работать какие-то специальные структуры, которые занимаются, там, не знаю, антитеррором, там, или специфической городской войной. Да. Там антиснайпингом. Там же свои вот эти всякие нюансы есть. Конечно. И по всей видимости не хотят же, чтобы потери седемирного населения были. И почему они не берут? Вот тоже говорят, вот там мне тоже пишут, вот уже бы взяли Киев. Что же взять Киев, в котором живет, ну пусть сейчас остался миллион человек. Так где-то 2,5-3, ну пусть сейчас уехали туда-сюда миллион. Какие потери будут, если они ставят грады, всю артиллерию, танки в жилых кварталах? Это же специально, чтобы обратка прилетала туда в жилые дома. То есть абсолютно чистой воды терроризм. А с терроризмом должны бороться те, кто должен бороться с терроризмом. Контртеррор, там эти все, не знаю, специальные структуры. Специально обученные люди. Я думаю, сейчас будет корректировка тактики, понимаете? Вот эта тактика сейчас будет корректироваться, как я это вижу. Так что, друзья мои, она просто корректируется. Ты знаешь, как следующая фаза, потому что они уже вошли туда, они уже примерно понимают, да, что внутри происходит. И мне тоже вот задают вопросы, почему так долго. Ну я просто поражаюсь, знаешь, людям. Всем кажется, что война – это что-то очень легкое. Это тяжелый труд на самом деле. И опасный. И опасный, тяжелый, и опасный. Нам же нужно, во-первых, свести к минимуму потери и среди мирного населения, и среди своих войск тоже. А почему мы должны гробить, как бы, свою армию ради еще кого-то? Ведь, извини меня, не мы растили этих фашистов у себя. Но нужно понимать, действительно, давайте называть вещи своими именами. Мы постоянно пытаемся обойти острые углы. Но до каких пор? Вот объясни мне, пожалуйста, до каких пор мы должны играть в эту толерантность? Прикрывать, значит, красивыми покрывалами дерьмецо, извините меня. Но это же воняет. Мы не можем отрицать эту реальность. И отрицать возрождение фашизма в том виде, нацизма в том виде, который возрождался на Украине. Ну, невозможно это отрицать. Только слепой этого не видел. На государственном уровне, друзья мои, если кто-то не знает, просто поищите, хотя бы загуглите информацию в интернете. Наберите. Ну, там просто даже в Киеве проспект Ватутина, советского генерала, и проспект Московский переименовали проспект один Бандера, другой Шухевич. А это нацистские преступники. Одного этого достаточно. Понимаешь? Это нацистские преступники. Конечно. Они служили там, героями стали те, кто служил в дивизии СС Галичина. Это нацистские преступники. Нюрбергский трибунал. Я точно не понимаю, как можно не загуглить про Бандеру хотя бы, чем он занимался, какими пытками занимался он и его приспешники. О чем вообще можно говорить? Да. Такими именами таких людей называют центральные улицы, переименовывают центральные улицы, и это только самая-самая-самая малость. Да, вы погуглите просто, посмотрите, поищите информацию в интернете. Ведь на государственном уровне, значит, если уж так, тогда давайте вспомним еще то, что вся советская символика, все советское там под запретом. Чуть ли не... Можно сесть, отхватить срок и сесть за то, что там, я не знаю, что-то советское можно показать, рассказать. Абсолютная русофобия. Русский язык уже практически там, ну, как сказать, он как в Прибалтике будет. Постепенно выдавливается из культурных кодов. А это язык большинства населения. Вы не увидите русского языка ни в СМИ, ни в кинематографе, нигде. Это официально запрещено уже. И Зеленский, который обещал, как бы, эту всю ситуацию выразить, он, наоборот, ее усугублял. Я сделал его интервью, где он так сухмылкой говорил, ну, если люди не хотят быть русскими, не хотят быть украинцами, пусть уезжают в Россию. Это тяжелый, как бы, вот выбор. Ну, что делать? Пусть едут. Ну, типа, валят. А это называется вообще-то этнические чистки. Ну, так, на минуту. Да. То есть есть... Ну, просто так все прикрывают ширмой и говорят, вот сейчас там страдает мирное население. Но у мирного населения есть прекрасный выбор. Друзья мои, пусть берут свои эти нацбаты, ставят к стенке, расстреливают их и все, и выдают их. И никто никого трогать не будет. Да. И заметь, никто с нашей стороны, как бы, со стороны России не говорит, что если вы не хотите так, тогда уезжайте куда-то в другое место. В Польшу, например, там, или еще куда-то. Пусть ваши ляхи вам помогают. Конечно. Почему, если уж, понимаешь, применение двойных стандартов никогда ничем хорошим не заканчивалось? И всегда это приводит к определенной вражде. Надо понимать, как бы, фундаментальные какие-то вещи. Почему вы решили, что эти люди должны уехать из своих домов, покинуть свои дома только потому, что они русские? Да. И почему вы говорите о жертвах? И потом, понимаешь, удивляюсь, я все говорю. Уже 8 лет. Как в том анекдоте. Кумы говорят, пришли москали ризоты. А якшо, говорит, вон и нас. А нас, говорит, за что? Вот так и тут. А нас, говорит, за что? Да, и вечно этот удивленный тон. А нас за что? Да. А то, что прыгали с кастрюлью на голове, это нормально, наверное, было. За то, что построили биолабораторию, где разобраться биологическое оружие, которое забыл применяться на нашей территории. И сейчас там уже пошли исследования по поводу этого модного вируса, химтрейлеров и всего остального. Откуда это все летало и прилетало. За то, что разместили у себя базы стран наших вероятных противников НАТО. В Одессе, в Очакове, в Николаеве, там везде. За то, что хотели пусковые установки ракет стоять в Харькове. Да. Именно за это. Вы пустили врага на нашу территорию историческую, да? Как ни крути, мы соседи. Должны взаимоуважать друг друга. Вы берете, убиваете тех людей, которые считают себя выходцами из этой страны русских, и говорите, что они люди второго сорта. А что должна Россия смотреть на это? Вы приводите врага в наш дом. Мы соседи по квартире. Ладно, бог с ним, если вам такая метафора нравится. Но дом-то общий. Вы туда приводите врагов. И что, на это смотреть надо? Это что, братские, дружеские какие-то поступки? Я не понимаю. Потом еще говорят, Зион, Зион, еще раз, да, хочу вспомнить. А кто правит Украиной на сегодняшний момент? Там из тех олигархов один не еврей, это Ахметов. Один не еврей, это Ахметов. Все, там больше нету никаких олигархов других. С украинской фамилией там нету никого. Да. Все евреи. Президент еврей. Самая большая синагога в Европе находится в Днепропетровске. Что им там еще захватывает? Они там уже все и так захватили. Вот именно. Зачем им еще русские танки с буквой Z нужны? Наивно полагать, что Зеленский что-то делает без их ведома, без их указаний или в обход их желаний. Нет, это просто такая небольшая реплика для любителей этой сионистской теории среди наших конспирологов. Понимаешь? Что там захватывать? У меня друг говорит, там все же на максоны хотят захватить. Я говорю, кого захватить? Самую большую синагогу в Европе захватить? Зачем ее захватывать? Да, да. Поставят президента еврея. А Зеленский кто? Вот именно. Кого ли нам нужно захватить? И зачем? Все и так наше. Конечно. Конечно. Не, ну это просто, ты понимаешь, обманка, уводить внимание от истинных целей. Повторяю, друзья мои, истинные как бы мотивы, цели, они никогда не менялись на протяжении многих-многих лет. Основная цель наших западных партнеров – это уничтожение России как государства. Товарищи мои, эта цель никогда не снималась с повестки. Никогда. Просто что бы ни произошло, помните о том, что они не хотят такого государства, как Россия. Чтобы оно было вот такое вот цельное, большое, богатое, стильное. Чтобы был вот такой вот иррациональный народ свободный. Куда хочу, куда так. А война эта еще идет со времен Скифии, когда Тамири сбросила вызов Киру Великому. Только потому, что она ему сказала, мы, говорит, уважаем, говорит, свободу. А вы, говорит, стали рабами торгашей к своим братьям, обратилась с арматом, которые пошли обслуживать как бы тех вавилонян в то время. Идейными потомками, которыми сейчас являются наши американские партнеры. Новый Вавилон же там как бы. Да, да, да. С тех пор идет эта война свободы и несвободы. Вот и все. Кто на чьей стороне, ну, кому что ближе, знаете. Воля и неволе, Алланд. Воля и неволе, Алланд. Воля и неволе. Воля и неволе, точно, точно. Да, наша любимая, давай уже озвучим. Воля и неволе. Да. Так, кстати, да, лучше звучит. Воля и неволе. Да, да, потому что вот людям необходимо понять, что проявление воли может быть как в одну сторону, так и в другую. Да. Есть твоя добрая воля на то, чтобы быть свободным. Есть твоя добрая воля на то, чтобы быть рабом. Выбираешь ты, человек. Вот ты проявляешь. Рабство – вещь добровольная, друзья мои. Никого насильно рабом не делали. В конце концов человек мог самоубийством жизнь покончить или сражаться и умереть в бою. Да, да. Подобный вариант есть всегда. Да. Да. Всегда. Не все, кого даже захватывали во время войны, становились рабами. Многие уходили из этой жизни. Слушай-ка, ну, я тебе хочу сказать, что я была до глубины души потрясена подвигом Нурмагомеда, правильно помню, наверное, имя, парень Лакиц, который подошел сюда. Я думала, что на моем веку я больше этого не увижу. Вот в таком контексте, да, скажем так. Потому что... В 2014 году, да, парень молодой, 19 лет ему, по-моему, был, обвязался гранатами и под танк прыгнул. Да, да, да. И он таким образом еще спасал своих сослуживцев. Они были там ранены, несколько человек, насколько я поняла правильно, да. Ты понимаешь, дело в том, что вот буквально недавно во Второй Карабахской войне несколько таких случаев было. И в 2016 году, когда была очередная агрессия Азербайджана против Карабаха, там тоже такой случай был, когда высоту, высоту, когда забирали. И, в общем, он последний остался и подорвал себя вместе с подошедшим врагом. То есть там я это видела, там я это знала. Но там немножко, ты понимаешь, там нюансы свои есть, да, тоже вековой борьбы. И я просто не ожидала, что в контексте вот данной спецоперации может нечто такое произойти. И когда это случилось, ты знаешь, для меня это было такое потрясение. То есть шанс. Да, да. Дух надо иметь, такие вещи делать. Да, да. Этот дух, он не потерялся. Он не потерялся, он есть, он жив. И поэтому, когда меня спрашивают, есть ли у нас шанс, я всегда говорю, он есть. По крайней мере, погибнуть с честью мы можем всегда. Конечно. Друзья, если вас съели, у вас все равно есть два выхода. Да. Так, Юлия, давай, может, будем... Просто вот низкий поклон, низкий поклон вот таким людям, которые действительно в эпоху манипуляций, в эпоху просто торжества рептильного ума над высочайшими ценностями человека, в такую эпоху у нас такие герои, это дорогого стоит. Дорогие наши друзья, Лилит, когда говорит про рептильный ум, она не рептилоидов имеет в виду. Это просто она как психолог говорит про глубинные части мозга, они называют рептильный мозг. У человека несколько слоев мозга, самый древний, самый... Когда мы были еще рептилиями, а когда мы были рептилиями? В животе у своей мамы вы проходили стадию рептилий, вот тогда у вас сформировался рептильный мозг. Это так вот называют ученые. Это не про рептилоидов. Хотя рептилоиды они и есть, у кого только рептильный мозг работает, да? Да, да. Собственно говоря, вот очень смешно получается, многие спрашивают, да, что же такое рептильный ум. Друзья, наш ум состоит из основных трех слоев. Это рептильный уровень, да, это наше сознание, вернее. Это уровень рептильного ума, уровень лимбического и уровень неокортекса. Вот, собственно, для того, чтобы удовлетворять базовые потребности нас как существ, достаточно рептильного ума, на что и рассчитана вся западная цивилизация, да? То есть задумка с фаскудом, с прочими-прочими, это роняет человека на самый низший базовый уровень. Увидел, схавал, да, элементарно. Простейшая формула. Увидел, взял. Вот, а для того, чтобы мы развивались, чтобы мы расширялись, то есть наше сознание расширялось, наша емкость энергетическая, соответственно, и все остальное тоже, нам нужно хотя бы выйти на лимбику, начать чувствовать друг друга, понимать свои эмоции, развивать эмоциональный интеллект и так далее. А наокортекс я вообще молчу, потому что там уже идут общие блага, общие интересы, но это такой уровень, когда нужно охватывать все более и более широкие, так сказать, сферы и интересы ни одного человека, даже не группы людей, а стран, цивилизации и так далее. Это уже немножко иной уровень, но туда надо стремиться обязательно для того, чтобы не терять свое человеческое лицо, свою цивилизацию. Да, спасибо, друзья, за то, что были с нами в эфире. Я думаю, мы начнем теперь эфир и здесь проводить, так как нас с Инстаграмом выгнали. Но вот сегодня здесь 460 человек нас слушало. Отправьте это видео своим друзьями, я сейчас на своем канале выложу. Я сейчас не знаю, как это отмечать нужно, но я постараюсь отметить Книжну Карабахскую тоже в описании под видео, и тоже на нее подписывайтесь, будьте в курсе событий мировой политики. Спасибо, спасибо, Алан, за возможность так вот эффективно, полезно поговорить, пообщаться и разделить эту информацию, эти знания с нашими слушателями. Вам, всем, друзья, спасибо за то, что были с нами, за то, что уделили нам время и внимание. Надеюсь, все было для вас полезно, надеюсь, пролили свет на некоторые вопросы, которые для вас до сих пор, может быть, были в тени. Будем стараться дальше. А самое главное, друзья мои, надо быть не за мир, а за победу. Вот. Да. Спасибо большое. Спасибо, Алла.